Рассмотрим возможности по настройке интерфейса SolidWorks под свои задачи. Заходим в настройки панели. Попадаем в окно настроек. В первой вкладке «Панель инструментов» мы можем отобразить или спрятать панели инструментов, ставя или снимая галочки напротив нужных. Добавляя галочки напротив интересующих нас панели инструментов, мы видим, как они автоматически появляются в рабочем пространстве. Здесь же мы можем выбрать размеры значков, что может быть важно для более быстрого поиска нужных функций по узнаваемому значку. Выскочившее сейчас предупреждение говорит о том, что размер всех значков будет приведен в соответствии с настройкой только после перезапуска SolidWorks. Как видим, размер некоторых значков уже изменился. Вернем как было. Во второй и третьей вкладках мы можем настроить под себя любую панель быстрого доступа, перетаскивая нужные команды из списка на панели и наоборот. Например, таким образом. Мы можем разместить нужные нам команды в любые доступные нам панели быстрого доступа. Точно так же мы можем убрать эти команды и вернуть их потом по нашему желанию. Для примера добавим из панели инструментов стандартные виды кнопки для быстрого доступа ко всем видам, которые, возможно, будут использоваться чаще всего при построении моделей. Такие виды, как сверху, сзади, слева, справа и снизу, к примеру. Также можем добавить кнопки для переключения между изометрией, триметрией и диметрией. Добавив эти кнопки, мы можем сократить время переключения между видами, нажимая непосредственно на нужный нам вид, вместо того, чтобы выбирать вид из выпадающего меню кнопки ориентации. Во вкладке меню можно перемещать команды между категориями с помощью этой строки либо переименовывать команды с помощью кнопки «Переименовать». Это может помочь создать более комфортную и привычную среду для разработки в случае, если на вашем предприятии используются свои устоявшиеся названия операций, которые не совпадают с теми, что есть в программе.